Всем привет! С вами Шима, рада видеть вас на своем канале. Сегодня я снимаю видео-обзор на вот такой замечательный фотоэпилятор от Браун. Покупала я его за свои деньги, поэтому можете быть уверены в честности этого обзора. Очень эргономичная у него ручка и конструкция. Долго выбирала между Браун и Филлипс, потому что самые известные первоначальные вот эти фотоэпиляторы были от Филлипс. Но мне не нравился дизайн вот эта очень громоздкая штука. Я думаю, кто ищет фотоэпиляторы, понимает о чем я. И вот этот, в свою очередь, очень эргономичный, легкий, ничего не весит, рука не устает, когда я им пользуюсь. Этот фотоэпилятор был вот в таком чехле, то есть он под замшу. Естественно, не настоящая замша, но под замшу. Очень приятный, выглядит он очень так прилично. И внутри у него несколько отделов. Для меня это вообще было неважно, какой чехол, но это приятный бонус. И храню его действительно все время внутри чехла. У меня был набор такой, что одна большая насадка и одна маленькая насадка для каких-то маленьких зон. Этот фотоэпилятор идет с длиннющим проводом, которого хватит на любую длину. Он не маленький, то есть вот этот вот блок, который посреди провода, не маленький. Он отключается, то есть вот эта розетка, ее можно менять. У меня в наборе сразу было два варианта розетки. То есть какой-то странный провод, я так понимаю, для бритвенных что ли розеток. И вот такой классический британский, так как я живу в Великобритании. Заказывала я через Амазон, но с официального продавца именно Браун. Я вообще в принципе люблю технику Браун и еще с обычных эпиляторов, которые эпилируют просто выдергивая волоски, тоже у меня были все от Браун. Но я перестала эпилировать с теми эпиляторами, потому что после них волосы немножечко врастали и начинали очень быстро расти. То есть в конечном итоге при эпиляции у меня волосы росли совсем чуть-чуть медленнее, чем после бритья и стали гораздо гуще. Что я могу сказать об этом эпиляторе? Он очень быстро работает. Работает он таким образом, что вы нажимаете, ведете, ведете, ведете и как бы если ровная поверхность, то вспышки идут подряд. За счет этого очень быстро обрабатывается. Это у них сказано в рекламе и действительно он очень-очень быстро эпилирует. Действительно быстро можно поработать все зоны. Зоны подмышек, глубокого бикини и ног я обрабатываю где-то за 10 минут. Кожа должна быть сухая и кожа должна быть выбрита, то есть не должно быть каких-то торчащих волосков. Это тоже важный момент и это плюс для тех, кто ходит, например, на лазерную эпиляцию или на фотоэпиляцию в салон. И там обычно нужно, чтобы какая-то длина присутствовала несколько миллиметров и это бывает дискомфортно летом ходить с такой длиной. Что я могу сказать по поводу его действенности? Однозначно он хорошо работает на мне подмышками и в зоне бикини. То есть в зоне бикини лучше всего там вообще нету волосков и уже два месяца я им не пользовалась и их не стало совсем. Для этого мне нужно было где-то 8 сеансов раз в неделю. Эпилировать им советуется раз в неделю. Подмышками волоски появляются еще. Я делала тоже где-то 8 раз. Я специально сделала долгий-долгий перерыв для того, чтобы посмотреть эффект. Их стало раз в 20 меньше и они стали очень-очень тоненькие. Даже когда они начинают расти, их не видно, потому что они настолько тонкие, то есть нет вот этого эффекта щетины синей. Когда бреешь подмышки, уже к вечеру появляется такая вот некрасивая кожа совсем. Я могу показать. То есть вот так выглядят подмышечные впадины. Они, конечно, более белые, но они абсолютно гладкие. То есть тут нету никаких ни волосков, ни пятен, ничего. И раздражения на коже никакого нет. То есть я сначала брию их, потом прорабатываю фотоэпилятором. И потом на неделю я вообще забиваю, что что-то там надо подбрить, где-то там что-то торчит. И даже если что-то отрастает, то этого не видно. То есть это видно только если вот так вот сунуть лицо в подмышку. Но это ситуация такая, за гранью реальности. По поводу ног. По поводу ног вопрос уже спорный. Потому что, во-первых, это, конечно же, немножечко геморройно обрабатывать ноги. Это долго. Хотя это, в принципе, с этим эпилятором довольно-таки быстро. С другим я, в принципе, не представляю, как это делать. Я уже сказала, на подмышке зоны бикини и ноги я трачу где-то 10 минут. Ну, 15 это вообще верх. Но все равно это утомительно. Мне быстрее просто побрить ноги и все. Вы не можете эпилировать им пользоваться на татуировках. А у меня на ноге есть татуировки. Вы не можете пользоваться им на родинках. Ну, я думаю, маленькие такие совсем не считаются, но большие нет. Естественно, лицо выше носа, насколько я понимаю, нельзя пользоваться. У кого есть усики, там, борода или что-то, тоже он с этим, по идее, справляется. Если волоски не седые, он справляется практически с любой темнотой волос. То есть он сейчас считается самой такой продвинутой в плане именно разнообразия цвета кожи, цвета волосков и тона кожи. И у него очень классно работает сенсор. То есть вы когда подносите, он автоматом определяет тон вашей кожи и цвет волосков. И в зависимости от этого он меняет свою интенсивность. Я вообще не ухожу с этого автомата. У меня на автомате все делается, мне все нравится. Но если вам кажется, что чуть-чуть такой вот эффект, когда вот в зоне бикини там чуть-чуть чувствуется. То есть под мышками, на ногах вообще не чувствуется, просто светите и все. В зоне бикини более нежная кожа, поэтому ощущение такое немножко как будто ущипнули. То есть не боль, а вот такой щипок легкий. Если вам это неприятно, можно нажать на вот это перышко и будет гораздо менее болезненно. Возвращаясь к теме ног. Ради ног лично я бы не покупала этот фотоэпилятор, потому что у меня волоски на ногах довольно-таки светлые. Они не белые, но они светлые. То есть это какая-то вот такая тональность. И он их берет. То есть однозначно сейчас вот я сделала большой перерыв. Я увидела на ногах, где зона татуировки, например, которую нельзя фотоэпилятором обрабатывать. И вокруг. И эта разница колоссальна. То есть это где-то раз в 10 разница. Но все равно волосков осталось много. Ноги я делала раз в 6. Возможно, после 12 они советуют где-то от 8 до 12 раз производители это делать. Но все равно я для себя понимаю, что мне зону татуировки все равно надо будет подбривать. У кого варикоз, тоже не советую. Это у меня есть легкие сетки. И как бы мне легче просто с танком за 3 минуты побрить две ноги, чем вот это все фотоэпилировать. Потому что получается, что каждую неделю мне все равно надо подбрить, профотоэпилировать, подбрить, профотоэпилировать. Но при этом волоски, конечно, гораздо тоньше. То есть я могла выйти на пробежку и не париться, что у меня там легкая какая-то щетинка появилась. Потому что ее не видно практически. Из-за того, что волоски стали тонкими и незаметными, и светлыми, и подмышками то же самое. То есть сами волоски стали гораздо светлее. То есть у меня это была какая-то вот такая тональность темная. А стали они прям вот, я не знаю, и они стали такими серыми. То есть не вот такими желтоватыми, золотыми, как осветленные волосы, а серыми. Их практически не видно. Взяла бы я его для подмышек и линии бикини, однозначно взяла бы. Нужно ли, пропали ли волоски до конца абсолютно. В зоне бикини, да. Но все равно я ее обрабатываю периодически. То есть они все равно вырастают с какой-то периодичностью. Они вырастают. Это не лазерная эпиляция. Но они вырастают редко. И можно, например, раз в неделю этим эпилятором пользоваться. И не волноваться, что что-то там какое-то вылезло некрасивое. Подмышки тоже однозначно, да. Именно для моих целей он подошел. Но подмышки приходится мне все равно каждую неделю щелкать и немножечко подбревать. Но раз в неделю это все равно лучше, чем каждый день, как это приходилось делать бритвой. И не растет такое количество, как после обычного эпилятора. Это не больно, в отличие от обычного эпилятора, который выдергивает волоски. И волоски стали тоненькими. И главное, самое главное, что нет этого отвратительного раздражения. Подмышками и в зоне бикини, которые на море, если поедете, вы побрили. А на следующий день у вас уже и щтина, и красные воспаления. И получается, что вам все равно надо брить это. И получается, вы уже по этому воспалению бреете. И опять оно еще хуже становится. И это очень некрасиво выглядит. То есть из этих соображений, то, конечно, фотоэпилятор для меня оказался именно тем, что я искала. Но в плане ног я бы не советовала, наверное, потому что все равно будут появляться волоски. Все равно их придется подбревать. То есть я, в принципе, на ногах у себя раздражения не замечала. После бритвы у меня волоски не вырастают. Поэтому я могу быстро побрить и пойти. Не так быстро у меня там волоски растут, потому что ноги я могу брить спокойно раз там в 4-5 дней. У меня они вырастают, видимые какой-то щетины. Смотрите, по толщине своих волос я, в принципе, русая. Не могу сказать, что у меня какие-то они супер толстые. Прикладываем датчики и скользим по ножке. Вам не нужны ни гели специальные, не нужны никакие очки, потому что эти вспышки... Но если вам как-то глазам некомфортно, то есть в плане безопасности очки не нужны. Если вам некомфортно, обычный солнечный, оденьте. То есть он не будет работать, если нет плотного прилегания кожи. Видите, уровень все время скачет. Вот этот. И он сразу же на стройке под каждый отдельный участок кожи, он сам меняет на стройке. Коленочку. Вот, оп, можно развернуть боком. То есть вот эта кость, она вот так не возьмется, потому что датчики боковые не прилегают. Поэтому по диагонали вот так ставлю. Видите, как быстро все это делается. То есть подмышки там, бикини вообще это за минуту. Две подмышки. Ну, то же самое. Тут я уже выше колена обычно не делаю. Если вам некомфортно, кажется, что-то щипит и так далее, просто нажать вот эту кнопочку. Это деликатные режимы. Их три настройки. Вот эта кнопка, это основное, которое сенсор показывает сам. Вот он считает. Работает. Ну, вот то, что сейчас я пикала. То есть он автоматом определяет. Я с дуру начитала с комментариев к другим фотоэпиляторам и купила вот этот вот гель. Вообще, зачем он нужен, я не поняла. Только пачкать свой фотоэпилятор. И получается, он его чумазит. Потом его отмывать от этого надо. И никакого эффекта нет. То есть я вообще не поняла, для чего это надо. То есть он скользит и так хорошо. Никакого анестетического действия нет. И он не нужен, потому что это абсолютно безболезненно. В общем, гели никакие вот эти вот не тратьте деньги на них. Вот такое у меня мнение об этом эпиляторе. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Задавайте в комментариях. Пишите, понравилось ли вам пользоваться этим эпилятором или нет. Чтобы все, кто посмотрит это видео, могли прочитать мнение разных людей об одном и том же продукте. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok